всем привет сегодня готовлю вафли вафельницы отличная выпечка к чаю на скорую руку для приготовления нам понадобится 3 яйца 100 грамм сливочного масла 350 или где-то 375 миллилитров молока в конце я вам скажу сколько молока мне потребовалось 2 столовые ложки сахара мука экстракт ванили или ванильный сахар используйте что у вас есть можно не добавлять если вы не любите ваниль пол чайной ложечки соли и разрыхлитель разрыхлителя 11 грамм полное количество ингредиентов как всегда вы найдете в описании под видео конечно же для приготовления вафель вафельницы нам обязательно понадобится электро вафельница если у вас нет очень рекомендую вам приобрести такое приобретение всегда пригодится вафли готовятся быстро и понравится всем членам семьи 100 грамм сливочного масла растопим в микроволновой печи замешаем тесто сначала смешаем все сухие ингредиенты 250 грамм муки 2 столовые ложки сахара пол чайной ложки соли пакетик ванильного сахара и пакетик разрыхлителя у меня 11 грамм это примерно 2 чайные ложки все перемешаем все продукты должны быть комнатной температуры если вы достали например молоко из холодильника то поставьте его секунд на 20-30 в микроволновую печь в емкость выбиваю 3 яйца яйца взболтаю вилкой и делаю небольшое углубление и добавляю взболтанные яйца к рассыпчатым ингредиентам добавляю растопленное и остывшее сливочное масло и одну столовую ложку экстракта ванили начинаю замешивать тесто и начинаю постепенно добавлять молоко комнатной температуры добавляю постепенно и перемешиваю перемешиваем до однородности один из секретов правильных вафель если вы хотите вафли хрустящие снаружи и мягкие внутри то это один из секретов приготовления правильных вафель после замеса тесто нужно поставить холодильник минимум на один час а лучше на два часа по рецептуре ставят вафли на два часа в холодильник у меня когда нет времени я ставлю на один час и все получается тоже очень вкусно и прекрасно вот я вижу что тесто уже нужной консистенции больше молоко добавлять не буду в общей сложности я добавила 350 где-то или 360 миллилитров в стакане у меня было 375 смотрите вот такое по консистенции не слишком жидкая сейчас я покажу вот такая консистенция у теста видите не слишком чтобы и жидкие прямо как на блины но не должно быть тесто густым канале уже есть два рецепта вафель бельгийские вафли и вафли на йогурте рекомендую вам посмотреть очень хорошие рецепты и кто-то мне написал в комментариях что вот много жидкости уверяю вас жидкости немного я добавляю столько сколько нужно те три рецепта проверенные и этот рецепт проверенные временами получается очень очень вкусно на завтрак на десерт на подник дети очень любят вафли накрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час тесто у меня простояло в холодильнике 1 час я его достала и теперь нужно его немного перемешать после того как тесто простояла в холодильнике целый час и отдохнула консистенция у него должна вот такая электро вафельница хорошо разогрелось берем неполный половник тесто и выливаем на формочки закрывать и ждем 4-5 минут 5 минут прошло открываем посмотрите какая красота достаем вафли из вафельницы они должны легко доставаться посмотрите какая красота и прикладываем на блюдо пока вафли у меня запекаются посмотрите я вам покажу вот эти вафли которые уже испеклись корочка хрустящая вот я сейчас постучу и внутри они должны быть очень мягкие получается очень очень вкусно наливаю следующий половник тесто нужно так наливать чтобы было и не слишком мало и не слишком много потому что вот у меня если я наливаю много то сбоку вытекает потом надо все мыть получается не очень удобно примерно вот так ждем через три минуты можно открыть и посмотреть и вот я вижу что вафли еще немного бледноваты поэтому закрываю и жду еще одну-две минуты вафли в вафельнице готовы получились они очень вкусные я уже попробовала одну подавать их можно с нутеллой любым вареньем джемом или сиропом медом или просто присыпать сахарной пудрой можно просто с сахаром у меня дети любят с сахаром сейчас я вам разломаю одну вафлю покажу какая она получилась внутри получаются такие вафли хрустящие снаружи и мягкие внутри и очень очень вкусная вот не удержалась еще раз попробовала если рецепт вам понравился подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите мне ваши комментарии поделитесь видео с друзьями всем желаю приятного аппетита и до новых встреч